Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1383. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 259. «Объясните, пожалуйста, кто такие юродивые и блаженные?» Отвечает Амвросий Юрасов. Юродивые и блаженные – это люди, уже достигшие святости. Они получили дары от Духа Святого. Преподобный Серафим Саровский говорит, что юродивых, отказавшихся от своего разума, много. Из тысячи же юродивых только один бывает Христа ради юродивы. Юродивые бывают от Бога, а бывают от темных сил. Только один из тысячи юродивых юродив по-настоящему. А остальные могут быть прельщены злым духом. «Видимо, юродивые могут и в таких грехах обличать и зимой ходить босиком. Но все это перед Богом ничто, если человек не достиг совершенного смирения». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. «Как-то в Швеции отправились нечаянно четыре человека ядовитыми грибами. Их парламент вынес решение, запрещающее на все их территории рвать кому бы то ни было, какие бы ни было грибы. Почитайте процент возможного отравления, если за тысячу лет известно только четыре человека. И как неправославные люди заботились о своих гражданах. Вы же очень хорошо знаете, притом абсолютно наверняка, что 999 из тысячи обязательно погибнут, а в живых останется только один «грибник». И вы не только не запрещаете собирать эту радиацию, но всячески поощряете. Притом поощряете то, что запрещено Богом в самом создании человека. Даже сегодня в почти обезлюденной России 40 миллионов 600 тысяч человек связаны со сферой образования, данной на 2 сентября 2002 года. Господь говорит, что мы всю жизнь приобретали разум. А разум – это первая ступень к мудрости, которая ведет к премудрости. Провозглашать нужность юродства, отказа от своего разума, есть уже полное безумие. Этим занимается сатана, отшибая людям мозги через различные лжеучения, зомбирование, наркотики, алкоголь, табак и тому подобное. Послушай, Ивановский пастырь Юрасов, что Бог говорит по заданному вам вопросу. Премудрость Соломона 7.28 Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. В Библии слово «разум» встречается 452 раза. Мудрость – 544. Премудрый – 114. И во всех абсолютно случаях только в положительном смысле. «Ибо разумным человека сотворил Бог, и в этом его подобие Богу, а не в том, чтобы стать неразумным подобным скотине». Иногда Бог так наказывает человека за гордость, как это случилось с Новохудоносором, царем Ассирийским, владителем Всемирной Империи, что Бог делает его безрассудным. Даниила 4.30 «Тотчас и исполнилось это слово над Новохудоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». «Когда Бог решает кого-то наказать и предать смерти – это одно, но совсем другое и под другим названием явление, когда человек убивает сам себя. Он убивает свой разум, он сам на себя берет кару этого нечестивого и безбожного язычника, сам себе выносит приговор и приводит его в исполнение, выполняя сразу три роли по отношению к себе – своему разуму следователь, судья, прокурор и палач». Слово «глупый» в Библии встречается 157 раз, неразумный – 53 раза, безумный – 85 раз. И абсолютно всегда в отрицательном смысле. Эти эпитеты Дух Святой дает тем, кто не хочет знать путей Божьих, кто живет по своим вымыслам, ленивый, непослушный, противный, утопающий в грехах. Человек без разума – это дикое, мерзкое животное, носящее личину человека. Ни один апостол, ни Христос к этому не призывали. Да и не могли призывать. К этому может призывать только дьявол, враг Божий. Слово «юродство» в Библии встречается всего только три раза. Вот на это мы и будем опираться в рассуждении об юродивых. А за все остальное, что враг натащил в церковь, ответят авторы этих изобретений. В юродстве особенно преуспела так называемая, в кавычках, «святая Русь», какой она никогда не была в действительности. Написана целая книга о юродивых, бывших по внастырям, делающих всякие глупости и безумства, и даже сквернословящих. Царю Давиду угрожала смертельная опасность, и он решил сопротивиться, и он решился притвориться умопомешанным. Действительно, это ему помогло, как помогло это и другу Ленина Камо. Это единственный случай от сотворения мира до наших дней, о котором известно из Библии, что такое юродство послужило на пользу. Значит, это разрешено и может быть применено, когда и нам грозит смертельная опасность. 1 Царств 21.15 «Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Притвориться безумным значило то же, что взять на себя личину бесноватого. Святые соборы запретили заниматься такими экспериментами со страхом наказания. Отлучение от церкви на всю жизнь, как истина бесноватого. Дух новозаветного служения в церкви запрещает верующим притворяться безумными, лишенными разумом. Шестой Вселенский Собор. Правило 60. По элику апостол вопиет, яко присоединяющийся к Господу. Един дух есть с Господом, то явно есть, яко противнику себе усвояющий, бывает едино с ним по общению. Посему рассуждено лицемерно беснующихся и таковый образ действий по злости нравов притворно на себя приемлющих наказывать всяким образом и подвергать их таким же суровостям и трудам, каковым подлинно беснуемые ради освобождения от демонского действия праведно подвергаются. Святого Петра Александрийского. Правило 5. Некоторые притворствовали, подобно Давиду, юродствовавшему для спасения от смерти, хотя он не был безумен. Они не написали прямо отречения от веры, но в весьма тесных обстоятельствах поругались ухищрением врагов, подобно как дети, смысленые и разумные смеются над детьми неразумными, как то или прошли мимо идольских жертвенников, или дали рукописание, или язычников поставили вместо себя. Однако, да отложится им шесть месяцев от обращения к Богу в покаянии. Таким образом, у любителей юродствовать и оправдывать свое безумие остается только два места в Библии. 1 Коринфянам 1.18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. 1 Коринфянам 1.21 «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». В первом случае апостол Павел показывает, что слово о кресте, то есть о спасении через заместительную жертву на кресте Сыном Божьим, языческий мир воспринимал эту проповедь как безумие, глупость, дурость галилейских рыбаков. Но это только так казалось неразумным людям, находящимся под властью сатаны. А на самом деле проповедь о распятом и воскресшем Христе, умершем на Голгофе, и есть наша сила и победа. И теперь в 21 веке апостол Павел, пользуясь мнением гонителей, их характеристикой евангельской проповеди, и говорит, что именно этим, кажущимся глупым для вас, Бог и спасает верующих в Него. Таким образом, о том, чтобы брать на себя, в кавычках, подвиг и родство, и прославлять это, что дерзнувшие на это безумие 999 из 1000 заранее пропишутся в аду, а этот один будет считаться святым, по мнению таких же грешных людей. Вот это и есть настоящая дурость, безумие, российское и родство. Это и выразилось в народных сказках и песнопениях, что все проблемы в государстве решает Иванушка-дурачок. И нам нужно только уметь дождаться, когда вместо Бори и Володи сядет Ваня или Емеля на печи. Мы оказались с этим юродством на свалке мировой истории. И вместо того, чтобы хорошо работать, копить добрый разум, мы начинаем нахваливать нашу бедность, компенсируя это тем, что будто бы мы зато и вопреки всему такие духовные, духоносные, не нуждаемся в материальном. А в действительности просто привыкли жить на халяву и воровать, и стоять с протянутой рукой. Стыд и срам русской нации. А священники потворствуют и, провозглашая ее родство святостью, гонят еще в большее безумие и безрассудство. Притча 1.5. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Притча 3.13. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Притча 4.5. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Притча 4.7. Главное – мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Притча 8.5. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Притча 13.16. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. 9.6. Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Притча 16.16. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Притча 16.22. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сирахова 5.18. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом. Сирахова 6.36. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Сирахова 20.27. Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам. Христос! Христос! Где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни! Твой храм поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными в страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то, и ты учил его под тяжестью креста. Как ярко их клеймо порокой разврата! Какие лживые застраждущего брата! Какие гнойные открылись уста! О, если б только зло! Но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей, И горько сознавать, что об руку с тобою кричит об истине, Ломаясь пред толпою, прикрытый маскою продажный фарисей. 1880-й код НАСА Продолжение следует до половины девяты! diagnose